На сегодняшний день главная проблема – расчеты по паям. Владельцы сертификатов жалуются. Неродимый землепользователь не выплачивает дивидендов уже на протяжении нескольких лет. Был правовой пробел в законодательстве, который не позволяет государству на сегодняшний день данных землепользователей привлечь к ответственности. Этот момент на сегодняшний день государством уже отрегулирован. Веден дополнительный республиканский паевой сбор. В размере 21 расчетный уровень минимальной заработной платы. Данный паевой сбор вступает в силу с 2013 года. Это уже более надежный вариант, потому что каждый пайщик будет уверен, что вот он за этот год получит то, что ему нужно будет. Или денежную сумму, или натура плата, которая его устроит. Еще один актуальный вопрос, прозвучавший в ходе встречи, касался оформления домовладений. Сегодня это можно сделать по упрощенной форме, но такой путь влечет за собой ряд правовых ограничений. Хозяин данного домовладения, имея такой документ по упрощенной форме, не может ни передать по наследству, ни подарить, ни продать. Рекомендуем лучше оформлять с техническим паспортом через БТИ и регистрацию в регистрационной палате. Приоритет в социальном развитии села – водоснабжение, отметила глава госадминистрации. В 2011-м в рамках государственной программы в выхватницах было проложено более одного километра водопровода. Отремонтировали насосную станцию. Водой обеспечена половина жителей села. В следующем году населенный пункт вновь будет включен в программу улучшения качества водоснабжения, отметили на встрече. Татьяна Сярова, Наталья Астротонова, Первый Приднестровский телеканал.